Около ста славучан побывали в эту субботу на дне города в Чернигове. Еще при выезде из Славутича они попытались затянуть знаменитый поворот, но... Не сходи с пути прямого, но... Решили поберечь голос на концерт. А в ожидании концерта в этот вечер в Чернигове было на что посмотреть. Три часа с центральной площади стартовал четвертый всеукраинский фестиваль военных дуковых оркестров. Фестиваля приняли участие оркестра из Чернигово, Киева, Винницы, Одессы. Одесситы уже вначале отыграли про свое. Потрясающая бесплатная экскурсия по центру Чернигово от фантастического экскурсовода Эрвина Мидена, собирающего по короткой рекламе в интернете около 300 желающих посетить его экскурсию. Чернигово был маленьким, то и будильня была сначала двуповерховая. Наши психанули и сказали, нам этого мало, Чернигов. Почав разрастаться из к количества жителей. Вы не счастливы, 6 тысяч, на начале 19-го столетия, психанули. И на начале 20-го уже имел 25. Салидненько, салидненько. Потом, правда, все как на дрожжах. У каждой родине было 5-6 сыночков. Дочек не рассчитывали, давай жить, мать-муча. И бегло сближение нашего населения, но это неважно. Я первый раз его слышала, но это, конечно, потрясающий экскурсовод. То есть таких единиц, я считаю, вообще не только в Украине, а вообще в мире. Он настолько захватывает культу, его невозможно не слушать. И очень подкупает вот это вот такое трепетное отношение к каждому городу. Он знает историю. Видимо, такие детали, которые многие экскурсоводы даже не знают. То есть очень интересно слушать. И этот кошмар экскурсовода, когда собирается 300-400, не знаю. Да, 300 человек это, да. Человек. И главное, что все его слышат. В 18.00 на Красной площади началась концертная программа от звезд мюзикбокса. Исполнители, безусловно, были интересными, но в основном только молодежь. Исполнители, безусловно, были интересными, но в основном только молодежь. И фан-зона была немноголюдной. Активно вела себя только одна девочка, гоняющая праздничный шарик по отремонтированной площади. Самым ярким был хорошо знакомый словучанам по дню города из Оси Киши. Очень живенько и энергично. Затем 15-минутный пролог в виде поздравления черниговцев от президента Зеленского прочитала замгубернатора Романова. И достаточно трогательные слова прозвучали от мэра Трошенко, который предложил всем обязательно навестить сегодня родителей. Кто не отведал своих батьков в эти выходные, обязательно зайдите. Всех святым! Всех святым! Добра, здоровья! Всего самого наукратного и лучшего! И в певности в завтрашнем дне! Святым славам Украине! И после короткого документального фильма об истории Чернигова началось то, ради чего и пришли жители города и приехали словучане. И даже немного дождливый вечер не испортил настроение. Вот удивительное дело! 50 лет группе исполнилось. А в вашем славном городе мы впервые. Что приятно вдвойне. С погодкой не очень получилось, но сейчас мы ее исправим общими усилиями. Если петь вместе, погода исправляется. Это проверим. А дальше часовой концерт с абсолютными хитами группы, которой в мае этого года исполнилось 50. И песни, которые сопровождают нашу жизнь всегда. Ну, вначале немного битвелс, а потом все время, ежегодно, хиты машины времени. Но иногда найдется, потому что этот счет все сделает беда. Ее в костюм взовьется до небес. И еще не все на вершину, и еще не все на вершину. Не еще не все на вершину, и еще не все на вершину. Арпанзона за пять минут заполнилась истинными любителями группы. Пела, танцевала, и порой машинисты уступали и право на пение, сопровождая их и помогая легкими гитарными переборами и поддерживая ритм ударными. ПЕСНЯ 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 Потрясающее впечатление оставили ветераны советского рок-н-ролла, никуда не изживавшие в течение 50 лет. И с каждым годом рядом с новыми песнями на концертах звучали и старые хиты. ПЕСНЯ 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 А зрители от седовласых мужчин до совсем юных слушателей практически все снимали на мобилке. Для истории. И очень часто себя на фоне машины. И пели, и пели, конечно, все. Даже замгубернатора Романова. Сейчас у машины времени новая глава. Юбилейный тур продлится год, и они выступят на пяти континентах. И пусть состав немного обновился, но старая гвардия по-прежнему и в составе, и в авангарде. Валерий Ефремов. Александр Кутиков. И Андрей Макаревич. И традиционный финал концерта с четырьмя абсолютными хитами 80-х. ПЕСНЯ И сколько их не обвиняли, что они поют с чужого голоса, что песни однодневки. Но песни пережили критиков, и зрители приходят на концерт уже со своими внуками и подпевают. ПЕСНЯ И чтобы окончательно покончить с дождем, о котором практически все зрители уже забыли, Макаревич предложил спеть. Нам с вами предстоит совместное исполнение старинной ритуальной магической народной песни, которая принесет вашему славному городу удачу на ближайшие сто лет. Если мы как следует споем ее вместе и прямо сейчас. ПЕСНЯ 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 Все равно, и с небом, в новый поворот, и в новое время, что он нам везет, пропасть и вновь, Бог уберет, и в мир разберет, пока не поверет. Интересно, что в 1978 году была написана песня «Пока горит свеча» совсем еще юным Макаревичем. Он написал хит, который сейчас, спустя 40 лет, заканчивает все концерты. И звучит эта песня совсем по-другому. Я был с собой в разводе, и никого помочь мне не просил. А после последнего аккорда грянулся. Салют, и публика немного растерялась. То ли радоваться салюту, то ли просить еще что-нибудь на биспель. Да, это был один из лучших вечеров у поклонников машины времени. А для тех, у кого что-то не получилось, и они не приехали 21-го в Чернигов, собирайте деньги. В следующий раз машина времени в Украине будет уже в начале декабря.